Здравия желаю! С Новым Годом! С наступающим всех! Сегодня разберём, значит, как дурят на вот этих блоках вот, питания. Смотрите, чё. Вот блок питания. Смотрите, чё наём пишут. Так, читаем. Значит, вход. Ин. Ин. Значит, при 100 ваттах 0,35 ампера. Считаем. Да, даже сейчас лучше разберём на этом. На рисунке. Чтоб понятнее было. Вот, разберём эти. Так. Вот, рисуем. Вот выпрямитель, они обычно квадратные. Так. Вот провод. Фаза. Фаза 0. Фаза 0. А вот тут вот, счётчик. Счётчик, сеть. Счётчик. Так. Значит, входит он. Вот разбираем вход. У него. При 100 вольтах 0,35 ампер. Так. Берём. Берём. 100. Умножаем на 0,35. Получаем. 35 ватт. То есть вот. Фаза 0.100 вольт. 100 вольт. 35 ватт. Мощность. Это в Америке, видите. В Америке у них 100, 110 вольт. А у нас 220, 230, 240. В основном 220, 230. Что у нас при 220, при 230? При 220 у нас. При 230 вход. 0,2 ампера. Перемножаем. Значит. 230 перемножаем на 0,2. 46. Видите как? То есть. 46. Ватт. Равняется 230. Вольт входа. То есть здесь у нас американцы. За счёт того, что в Америке. 100 вольт. А у нас 220. Получается, видите как. На калькуляторе. То есть 35 делим на 46. И умножаем на 100. 76 процентов. То есть американцы платят почти на четверть меньше. Потому что у них напряжение 100 вольт в сети. То есть они платят. В России и в Европе платят, допустим, доллар. А они платят 75 центов. Вот. Уже идёт. Дальше. А теперь, значит, вот здесь вот у нас. Здесь выход. Выход. И что на выходе мы видим здесь? 10,6 вольта. Значит, здесь вот плюс и минус. Вот минус. 10. Между ними 10,6 вольта. Постоянного тока. Так. А сколько же ампер? 1,32 ампера. Значит, 10,6. 10,6. Умножаем на 1,32 ампера. 13,992. Ну, то есть, округляем там 14 ватт. Видите, что? Как они придумали? Вот эти вот выпрямители. Вот такие. Ну, вот такой есть. Да все одинаковые. Вот сейчас вот этот разберём. Вот такой есть. Получается, что? 46. 46 он, значит, берёт, а даёт он 14. Вот 14. Делим на 46. Видите, сколько получается? И умножаем на 100. Получается, КПД такой машины, КПД такой машины, всего 30%. То есть, нас грабят, берут на 70% больше из-за того, что специально сделали такой КПД. Хотя можно было сделать сеть под таким напряжением, допустим, где-то на 220, а где-то на 12 сделать сеть. Тогда бы этого грабежа не было. То есть, тут потери 70% вот в этой фигне. Видите как? Ладно, можно подумать, что это только в одном таком. Давайте другой возьмём. Сейчас берём другой. На этом же рисунке. Смотрим здесь. 100 вольт. 1 ампер. Но это даже можно не перемножать. 100 ватт будет. Здесь стираем. Это всё стираем. И получаем, значит, здесь у нас 100 ватт. Входит 100 ватт при 100 вольтах. Вот с этой стороны напишу. 100 ватт при 100 вольтах. Отребляем. А при 240, 0,55 ампера. Значит, теперь берём 230 умножаем на 0,55. 126, видите? 126. Значит, здесь уже 126. То есть, американец платит за 100 ватт при той же, как говорится, системе. А мы платим за 126. А что же на выходе? На выходе. А на выходе 16 вольт 2,2 ампера по стоянке. Ну, давайте проверим. 16 помножить на 2 и 2 десятых 35 ватт. Вот здесь вот всего 35 ватт. А потребляет 126. Это как? Вот калькулятор. 35 делим на 126. И умножаем на 100. То есть, 27% у него здесь. Здесь было 27%. То есть, 73% даже у него уходит в воздух, в нагрев этой системы, чтобы она выдала 16 вольт. То есть, опять-то, значит, на 73% больше берут за свет. Видите как? То есть, идет грабеж. Значит, что надо делать? Что надо делать? Не применять вот эти вот штуки. Не применять. А делать, значит, самому. Применяя, видать, полупроводники, наверное, полупроводниковые схемы. Они вот такие вот с трансформаторами. Вот сейчас возьмем вся отразитель. Возьмем этот от компьютера. Посмотрим. Как здесь дура сейчас. А вот тут и не пишут. Видите? Тут пишутся. 7 ампер, 4 ампера. Ну-ка, вот здесь может меньше дурачит. Давай посмотрим, другой вот есть. Другой. Так, сейчас другой принесу. Тут они и не пишут. А вот. вот старенький нашел, раньше писали. Вот видите, что здесь у нас. Так. 350 ватт пишут. Выходная мощность. 350 ватт. Вот, если видно. Так, сейчас. Новую поставим. Значит, вот так вот. Блок питания. Это с компьютером мы уже разбираем. Вот она. вот у него выход. 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 350 ватт. Ну, на компьютер. На схему там, на диск и так далее. Так. А что же у него на входе? А вот что на входе. Вот вход. Вот здесь вот. Счетчик. Счетчик вот он. Ну, так рисую образно. Квадратиком, чтобы проще. Состояние художницы. Значит, при 115 вольтах, 115 вольтах. 115. Тут у нас будет 10 ампер. Помножаем на 10. 1 киловатт 150 ватт. Видите как? 1 киловатт 150 ватт. Это при 115 вольтах, как в Америке, ему надо, чтобы дать 350. А тут же читаем при 220. 5 ампер пишутся. Так. 220 умножаем на 5. 1100. То есть тут даже одинаково. То есть тут американцы не выигрывают. Значит, при 220. При 115 1150 ватт. При 220. Значит, у нас 1100 ватт. 1100 ватт. И какое же у нас КПД? Берём, значит, 350 у нас выход. Максимальный. 350. При 230 у нас какой КПД? Разделим на 1100. 100. И получим помножим на 100. КПД 31%. Видите как? То есть вот эта вот фигня тоже не надо пользоваться. Но она во всех компьютерах стоит. А в ноутбуках стоит батарейка. Там тоже вот это заряд батарейки. То есть надо делать, я к чему говорю? То есть грабёж три раза. Нужно делать свои устройства для снижения напряжения. Которые они жрут так вот. Хотя бы там будет 50-70% КПД. А тут у нас видите и на этих на компьютерных и на вот этих вот на таких. Вот тут вот разберём тоже здесь вот. Чёрный вот я заряжаю у него видите 100 1.8 ампер то есть 180 ватт при 100 вольтах. Так. А выдаёт 100 ватт. А при 220 у него получается уже тоже 1.8. При 220 опять обман. Видите как? 220 помножить на 1.8. 396 то есть получается 100 ватт 100 разделим на 396. Вот. И помножим на 100. КПД видите 25% вот этого штуковина. то есть вот эти это уже даже современное вот старое было там вы увидели там было сколько 31% а здесь ещё значит понизили КПД это более современное вот это то есть так пользоваться нельзя то есть вы отдаёте 2.3 тока просто так а надо значит заняться тем что изготовить значит раз только не подают 230 по сети значит надо изготовлять устройство для понижения основанное наверное на полупроводниках которые не жрут этот ток не жрут а просто его задерживают проводят частично проводят частично нет тогда может быть нормально все на этом как говорится заканчиваю еще раз всех с новым годом не пользуйтесь вот этой фигней дуром м м м м м м